Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о моих пустых баночках за октябрь. Начну я с ухода за волосами. Закончился у меня активный биометрический шампунь-сыворотку от марки Фитокосметик. Мне этот шампунь нравится. Он действительно неплохой. Он хорошо промывает волосы. Я мою волосы два раза. В первый раз он не очень хорошо пенится. Во второй раз пенится уже намного лучше. Расход у этого шампуня средний. Заканчивается он не очень быстро, но есть шампуни более экономичные. Этот шампунь необходим для укрепления корней и активации спящих волосяных луковиц. Для того, чтобы он работал в этом направлении, его нужно нанести на влажные волосы и оставить на три минуты. Я когда-то так делала и мне не понравилось. Волосы у меня сразу становились жесткими, спутанными, а потом чесалась кожа головы. Мне это ощущение, естественно, не понравилось. Я просто мыла этим шампунем волосы. Я не рассчитывала на какой-то суперрезультат. Мне было важно, чтобы этот шампунь неплохо работал с волосами. Он это делает, он волосы очищает, он их не сушит, не спутывает. Достаточно приятно пахнет. Хороший, не скажу, что очень бюджетный для своего объема шампунь, но он органический. Я подумала, что раз я так часто пользуюсь маслами косметическими силиконами, то мне органические шампуни, в общем-то, и ни к чему. Силиконы из волос в любом случае не вымывают. Так что я сейчас подбиваю все свои запасы органики. И больше я ни этот шампунь, ни какие-либо другие подобные приобретать не буду. Но если вы любите органические шампуни, попробуйте этот. Мне он в целом понравился. Действительно неплохой. А вот следующий шампунь для волос мне не понравился абсолютно. Это Ифраше, концентрированный шампунь из серии I Love My Planet. Он очень хорошо пенится, он действительно очень экономичный. Его, как написано, хватает на 30 раз. Ну, наверное, на столько раз его и хватит. Я не проверяла. Но он настолько сильно сушит кожу головы, у меня голова после него чешется. Я использовала его раза 3, либо 4 и поняла, что нет, я этим пользоваться не хочу. Перелила я этот шампунь в дозатор для жидкого мыла, мою им руки. Для волос ни за что и никогда я этот шампунь использовать больше не буду, приобретать не буду. Сама серия I Love My Planet, классический их шампунь в большой упаковке, мне нравится, никаких проблем не доставляет. А этот, ну, задумка, конечно, хорошая, никто не спорит, но поработать над формулой, наверное, все-таки стоило бы. Закончился у меня березовый бальзамополаскиватель от марки Чистая линия. Мне этот бальзам абсолютно не понравился. Он не смягчал волосы. Максимум, что он делал, снимал статику, в общем-то, и все. После высыхания волосы расчесывались нормально, но кончики волос все-таки были суховаты. И это с учетом того, что у меня волосы нормальные. Если волосы окрашенные, сухие, какие-то поврежденные, этот бальзам я вам абсолютно точно не рекомендую. Он ничего хорошего для волос не сделает. Объем у него 200 мл, расход, я бы сказала, такой средний. Да, приятный аромат, приятная текстура, но если бы он смягчал волосы, я бы его посоветовала. Но он ничего не делает. Также у меня закончились две маски для волос от компании Фитокосметик. Вот в таких баночках они продаются в магазине фикс прайс, стоят они там достаточно бюджетно, 55 рублей. Объем каждой упаковки 155 мл. Маски эти довольно-таки экономичные, очень приятные, в отличие от предыдущего бальзама. Они делают для моих волос намного больше. Они действительно их питают, они действительно их увлажняют. Объема, правда, маска для объема никакого не придавала. А маска для роста волос, на мой взгляд, вообще никак в этом вопросе не работала. Она перцовая, но никакого термального воздействия на кожу головы от нее не было. У них, естественно, немножко различаются составы, но на моих волосах обе эти маски работали одинаково. Обе эти маски называются густое масло. И я так понимаю, это из-за того, что по своей текстуре эти маски напоминают подтаявшее сливочное масло. Прекрасно распределяются по волосам, достаточно экономичные, хорошие бюджетные маски. Если не пробовали, попробуйте, они действительно классные. Что касается ароматов, аромат у горчичной маски был еще такой нормальный, терпимый. На волосах, кстати, он держался достаточно долго. Но я бы не сказала, что он какой-то, знаете, прям вау, духи заменит. Нет, ну, такой нормальный, неплохой аромат. Ну, вот что касается вот этой маски перцовой, аромат здесь мерзкий. Кто-то говорил, что эта маска пахнет лимонграссом, покупала ее в большом количестве. Ну, я не знаю, может, конечно, это и лимонграсс, но для меня это что-то иное и очень-очень неприятное. Да, так что, видите, мы настолько разные, что даже ароматы для нас раскрываются в масках по-разному. Я второй раз не приобрету ни одну из этих масок, только лишь потому, что использую органические маски с органическими шампунями. И если в моем доме не будет органических шампуней, то зачем мне, собственно, органические маски? У моего мужа закончился хаус-крем для волос. Вот такое укладочное средство от компании Джоанна, экстрасильной фиксации. Вес упаковки 100 грамм. Упаковка, как вы видите, вся изуродованная, потому что она плотная. Добывать продукт в какой-то момент становится неудобно. Он тоже такой тугой, вязкий, плотный, еле-еле из упаковки вылезает. Ну, и, в общем, к концу использования упаковка выглядит крайне печально. Я так полагаю, что это средство подойдет только тем, и понравится только тем, у кого короткая стрижка. Для длинных волос этот стайлинг-крем вообще даром не нужен. Но с короткими волосами он действительно творит что-то невообразимое. Можно поставить волосы дыбом, можно, не знаю, там ирокез какой-нибудь сделать. Действительно хаус-эффект в чистом виде. Главное, нужно смотреть, чтобы не оставались белые кляксы от этого крема. Ну, а так, как поставили волосы, так они и будут стоять практически целый день. Хорошее средство. Мы уже купили мужу новую такую упаковку. Он с огромным удовольствием будет этим кремом продолжать пользоваться. И я так понимаю, что мы будем покупать это средство еще очень-очень много лет. С уходом за волосами мы закончили. Переходим к уходу за телом. Покажу вам несколько гелей для душа. Закончился у меня гель для душа от Avon из серии Kea. Восстановление с маслом кокоса. Объем этой упаковки был 400 мл. Очень хороший гель для душа. Он кремовый. У него такой достаточно приятный аромат. Нестандартный такой кокос, не очень сладкий. Но приятный. Пользоваться этим гелем было очень приятно. Но из-за того, что он такой огромный, быстро мне надоел, я его использовала не только по назначению, но также и в ванночки для ног добавляла, и даже руки мыла. Отличный гель для душа. Был бы в объеме поменьше, я бы его повторила. А в такой большой упаковке повторять не буду. Кожу тела он не сушил, прекрасно пенился, был достаточно экономичным. Могу порекомендовать очень хороший гель. Также от Avon у меня закончился гель лимитированный. Это серия Сенсос, коктейльная коллекция, фруктовая маргарита. Тоже очень хороший гель, как и все гели Сенсос. Он прекрасно пенился, не сушил кожу, великолепно ее очищал. Что касается аромата, здесь заявлен апельсин и персик. И то, и другое в аромате чувствуется. Это аромат для меня лично мультифруктового сока, но не сладкого. Неплохой летний был такой гель для душа. Закончился, больше, по-моему, его приобрести нельзя. Но, честно, я бы его и не стала приобретать. Все-таки этот аромат немножко меня не зацепил. Следующий гель для душа у меня от компании Ifrache. Называется он «Цветок магнолии Китая». Это серия Жордан Дюмонт. Хороший гель, он кремовый, он прекрасно пенился, был экономичным. Он не сушил мне кожу. У него такой своеобразный аромат, цветочно-зеленый. Я думаю, не всем понравится, но аромат этот хорошо раскрывался в душе. Он оставался на теле на некоторое время и в помещении ванной комнаты. Действительно качественный, хороший и достаточно бюджетный гель. Я в ближайшее время гель от Ifrache приобретать не собираюсь, но, возможно, когда-нибудь я этот гель повторила бы. Хотя это тоже у меня уже вторая упаковка. Поднадоедает в какой-то момент этот гель, вот этой своей зеленой нотой. Но в целом он неплохой, я могу его порекомендовать. У моего мужа закончился гель от компании DAV. Вот в такой упаковке. Clean Comfort. Мягкая формула. Там внутри находились какие-то капсулы, про которые муж мне ничего не рассказал. Я не знаю, были они там или не было их там. Но гель по аромату очень неплохой. И у мужа к нему нареканий ровным счетом никаких не было. Нам этот гель достался в коробочке красоты. В магазине он, наверное, стоит очень дорого. Но такой гель, я, наверное, бы повторила. Аромат у него интересный. Знаете, такой мужской, сладковатый. Какой-то такой уверенный, такой надежный. Да, так что присмотритесь к этому гелю. Да, аромат классный. Не для молодых, наверное, мальчиков. Для мужчин постарше, но очень хороший. Далее я хочу показать вам скраб для тела, который у меня очень долго стоял в ванной. Потому что он вот такой вот огромный. Это скраб от марки Особая серия. С черным кофе и маслом апельсина. Бодрящий. Я этот скраб покупала в Ашане за 130 рублей. Объем здесь, посмотрите, какой большой. Пол-литра. Этот скраб больше подойдет на лето, потому что он не скрабирует кожу. А, скорее всего, ее полирует. Такая вот у него консистенция. Мелкие-мелкие искусственные скрабинки. Я надеялась, что там будут скрабинки натуральные от кофе. Но нет, от кофе только ароматизатор. Но в целом, мне этот скраб понравился. Для лета, чтобы не сдирать загар, это был просто отличный вариант. Но поскольку летом у меня не только этот скраб был открыт, но и разные другие, он у меня заканчивался долго. Если бы я открыла только одну такую банку, она уже давно бы у меня была в пустых баночках. Буду ли я покупать именно этот скраб, я не знаю. Но вообще к марке Особая серия я бы присмотрелась. Далее покажу вам два крема для тела. По текстуре эти средства чуть-чуть разнятся. Суфле полегче. Крем вот этот ультрапитательный от Фаберлик, он более плотный. Но по воздействию на кожу они работали одинаково. Прекрасно на коже распределялись. Аромат не трансформировался. Кремы эти быстро впитывались. Не оставляли никакой пленки. Все с ними было хорошо. Что касается ароматов. Вот у этого суфле заявлены в составе кокосовое масло и миндальное молочко. И я так полагаю, многие рассчитывать будут именно на аромат кокоса. Но кокоса здесь нет. И миндаля какого-то, именно миндаля здесь тоже нет. Для меня это аромат мороженого. Не ванильного, не крем-брюле, а наверное какого-то сливочного мороженого. Аромат своеобразный. Не всем может понравиться. Но я осталась довольна этим средством и ароматом, и его действием на кожу. Объем упаковки 220 мл. Я этот крем использовала на руки, от плеча до запястья. Поэтому мне он служил очень-очень долго. Если в продаже по адекватной цене я это средство встречу. В магазине. Я его повторю. В интернет-магазине покупать не буду. Как-то я и так слишком часто делаю онлайн покупки. Пора бы притормозить. Что касается ультрапитательного крема. Это лимитированная версия позапрошлого года. Естественно сейчас это средство уже не приобрести. Но соответственно рассказывать о нем долго смысла не имеет. Почему я купила эту лимитку? Потому что мне очень понравился аромат этой серии. Аромат был такой интересный, пряный. Какой-то такой зимний, сладкий, обволакивающий. Лимитку прошлого года такой крем я не покупала. В этом году тоже покупать не буду. Аромат у меня не зацепил. А вот этот я бы повторила. Но к сожалению уже этого сделать нельзя. С уходом за телом закончили. Переходим к уходу за лицом. Где-то месяца два, а то и два с половиной, я смывала макияж вот таким биомаслом от компании Черный Жемчуг. Я это средство покупала не два и даже не три раза. Мне это биомасло очень нравится. Это не гидрофильное масло. Это средство наносится на влажную кожу. Потом все это вы распениваете, смываете. Действительно это средство прекрасно смывает макияж. С глаз не знаю смывает или нет, не пробовала. Но с лица убирает и пудру, и биби-крем, и тональное средство. Действительно очень достойно хорошее биомасло. Биомасло бюджетное, экономичное, несмотря на то, что здесь объем маленький, 160 мл. Есть здесь удобная помпа-дозатор. Это средство я уже неоднократно хвалила и могу похвалить еще раз. Действительно достойный продукт. На данный момент средств для снятия макияжа подобных у меня много. И о покупке речи нет, но когда-нибудь я обязательно это биомасло повторю. По утрам я умывалась вот такой пенкой для умывания от марки «Особая серия». Называется эта пенка «Мятный мусс». Очень приятное бюджетное средство. Не скажу, что сильно пенится, но пенится. Утром умываться мне этим средством понравилось, потому что был небольшой охлаждающий эффект. Такой бодрящий и аромат приятный сладкой мяты. Действительно очень хорошее, достойное средство. Подобных средств у меня пока что в запасе тоже много. И о покупке речи пока что не идет, но возможно когда-нибудь я это средство повторю. Единственное, я не знаю где оно, кроме «Ошана» еще продается. Вместо скраба для лица я, наверное, целый год использовала вот такое средство. Три в одном от марки «Перфекта». Это такой пенящийся гель с мелкими-мелкими скрабинками, которых здесь огромное просто количество. Называется это средство «Гель для умывания с микрогранулами», подходит для комбинированной и жирной кожи. Вот если вы присмотритесь, то увидите вот эти мелкие-мелкие микрогранулы, которые кожу не скрабируют, а очень мягко и деликатно полируют. При этом средство хорошо пенится и кожу хорошо очищает, не сушит, никаких проблем. Мне это средство поначалу нравилось, но потом мне приелся его аромат. Я от этого средства просто устала, и в ближайшее время я его приобретать не буду. Но порекомендовать могу, действительно недорогое и качественное. Так что присмотритесь. Закончился у меня вот такой спрей для лица «Дары России» от компании «Парли город Казань». Этот спрей с петрушкой для увлажнения. Честно говоря, увлажнения после этого спрея я не увидела. Я его использовала как обычный тоник, перелила в другую упаковку, наносила на ватный диск, протирала лицо. Тонус был небольшой, было до очищения кожи от хлорированной воды. В общем-то и все. После того, как этот тоник на лице высыхал, была небольшая стянутость. Так что второй раз приобретать это средство я бы не стала. Увлажнение не замечено, успокаивающего эффекта тоже. Как примочки под глаза я это средство не использовала, хотя можно было бы попробовать. Тогда бы, возможно, мои темные круги посветлели. Но в любом случае, если я правильно понимаю, данный спрей в фикс-прайсе больше не приобрести. Видела на беруру, но там он стоит дороже. Так что, да, покупку, пожалуй, отложу. Так вообще побаловаться было интересно, что-то новенькое попробовать. Но если уже нужен гидролат, лучше купить гидролат, а не эту непонятную водичку. Следующее, что у меня закончилось, это сыворотка для лица от компании It's Skin. Покупала в подружке. Стоимость данной сыворотки достаточно высокая. Больше 700 рублей. Покупать выгодно только по каким-то акциям. Сыворотка мне эта понравилась. Она действительно очень неплохая. Удобная пипетка, которая практически до конца достает продукт. Когда его совсем чуть-чуть остается, просто снимаете ограничители и либо пипеткой пользуетесь, либо просто на ладошку. Выливаете расход у средства маленький, а эффект очень даже неплохой. Эффект, который я явно заметила после использования данной сыворотки, заключался в том, что моя кожа стала выглядеть здоровее. Тон кожи не выровнялся, поры не сузились, ничего такого, и морщины не разгладились. Но мой обычный серый цвет лица вдруг стал здоровым и адекватным. Это, конечно, очень приятно. Если повнимательнее прочитать, что написано на упаковке, то можно увидеть, что в этой сыворотке не витамин С содержится, а его производная. Хотя на этикетке, которую я куда-то потеряла, написано, что это сыворотка с витамином С. Нет, это сыворотка с таким компонентом, как аскорбилтетраизопальметат. И это очень хорошо, потому что в прозрачной упаковке сыворотка с витамином С была бы абсолютно неэффективной. Витамин С легко разрушается под воздействием света и при изменении температуры. А вот аскорбилтетраизопальметат намного стабильнее. Он быстро проникает в кожу, где превращается в аскорбиновую кислоту. То есть витамин С вы прямо внутри уже получаете. Этот компонент уменьшает последствия повреждений ультрафиолетом, уменьшает пигментацию, усиливает синтез коллагена, восстанавливает защитные способности кожи и способствует заполнению морщин. Также он ускоряет заживление раны и является антиоксидантом. Кстати, что касается заживления раны, я этого эффекта лично не заметила. В косметических средствах аскорбилтетраизопальметат применяется как консервант, как питающий и отбеливающий кожу компонент. Способствующий снижению хрупкости мелких капилляров. Эту сыворотку очень хвалит Марк Кауфман, он ею пользуется практически круглый год. Но я начала пользоваться осенью, потому что летом данная сыворотка действительно, если у вас загар, отбеливает кожу, от загара следа и не останется. Смысл тогда был загорать. Ну, кто-то не загорает, кто-то пользуется автозагарами, тогда действительно можно и летом использовать ее, почему бы и нет. Я открыла осенью, месяца два пользовалась, расход маленький, аромата практически никакого сыворотка не имеет, немножко липкая, увлажняет кожу. Действительно хорошая, качественная, да, дорогая, но она своих денег стоит. Так что присмотрите, сыворотка достойная. Далее покажу вам вот такой крем от компании Весна с календулой. Этим кремом питательным пользовался мой муж, как средством после бритья. А крем имеет достаточно, ну, не то чтобы плотную текстуру, но и нежидкую, такую среднюю. Он хорошо распределяется по коже, он очень быстро впитывается, он снимает сухость и раздражение. Очень хороший крем, как крем после бритья, оказался просто великолепен. Мужу понравился. Единственное, он не любит все на себя такое мазать, поэтому пользовался этим кремом долго, но крем действительно качественный, экономичный, с ярким, приятным ароматом. Очень жаль, что в Петербурге средства от марки Весна очень мало где представлены. Я редко на них натыкаюсь, но когда натыкаюсь, обязательно покупаю какие-нибудь кремы, потому что все, что я пробовала от этой марки, все мне нравились. Такой крем увижу, обязательно повторю, думаю, на холодное время года, как крем после бритья, мужу будет самое оно. Далее хочу показать вам два крема для области вокруг глаз. Один крем у меня закончился, второй, к сожалению, нет. Не успела добить, средство это нужно использовать в течение полугода. Ну, вот полгода прошло, а там еще, наверное, треть. Я не знаю, как так получилось, обычно за полгода я совершенно спокойно объем в 15 мл использую, а здесь нет, ну, потому что расход, может быть, я как-то уменьшила, не знаю, почему так получилось. Ну, да ладно, что по факту, этот крем от компании Эвелин я им пользовалась днем, потому что здесь SPF 8. Крем этот заявлен как корректор против морщин, но, естественно, ничего такого он не делает, максимум увлажняет. На него хорошо ложится макияж, никаких пигментных пятен в области глаз у меня не было. Уже не первый год я пользуюсь кремами для области вокруг глаз от Эвелин, именно летом, потому что у них есть SPF, и на упаковке об этом написано. На следующий год я такой крем, наверное, покупать все-таки не буду. Я пришла к выводу, что для меня, в общем-то, в этом смысла и нет, гоняться за кремами с SPF, потому что я все равно потом под глаза наношу CC-крем от Lumen, а у этого CC-крема SPF 20. Здесь 8, там 20, но эти SPF не суммируются, работает тот SPF, который выше, то есть 20. Зачем тогда морочиться и специально бегать за этим кремом, когда у меня в запасе, в общем-то, есть другие, которые нужно использовать, они такие легенькие, летние, да, так что их оставлю на лето, этот крем добью, разумеется, я не выброшу эту почти пустую упаковку, на ноги измажу, почему нет, да, и все, в ближайшее время покупать такой крем я не буду. Что касается крема от марки Чистая линия импульс молодости, это крем лифтинг 35+, ну какое 35, этот крем для молодых девочек, максимум, что он делает, увлажняет кожу, никакого лифтинга, никакого питания, он хорош на теплое время года, на лето, как дневной великолепен, на него хорошо ложится макияж, он быстро впитывается, и как ночной тоже неплохо, я также, кстати, этим кремом пользовался, как кремом для лица, он тоже неплохо кожу увлажнял, но ждать, что он омолодит кожу вокруг глаз, нет, он этого не сделает, если уже что-то появилось, какие-то морщинки, и не от сухости, а от возраста, кремы за 200-300 рублей уже здесь не помогут, нужно что-то посильнее, подороже, наверное, но вообще мне этот крем понравился, я его так ради баловства купила, побаловалась, в общем-то, и все, пойду дальше, если вам 20, то можете приобрести, ничего ужасного с вашими глазами не случится, но если вам 35, то поищите что-нибудь помощнее. Далее речь пойдет о масках для лица, сначала покажу вам вот такую вот маску, не тканевую, это маска от компании Фраше, серия Pure System, кто давно меня смотрит, вы знаете, что я регулярно приобретаю эту маску, регулярно ею пользуюсь, всегда разрезаю, потому что до конца ее добыть не разрезая, не получается, всегда я этой маской остаюсь довольна, потому что она качественная, действительно хорошо подсушивает кожу, убирает какие-то проблемы, я чаще наношу ее локально, но иногда и на все лицо, сужает поры, осветляет немножко темные точки, качественная, хорошая маска, объем у этой упаковки маленький, 50 мл, цена больше 500 рублей, но мне хватает такого тюбика на полгода, а то и на 9 месяцев, так что я не вижу смысла искать бюджетные маски, когда есть хорошая, экономичная, замечательная, которая на мне работает, не на всех работает, но на мне работает отлично. В запасе есть еще одна такая упаковка, ну и естественно продолжу приобретать, для меня это просто супер маска. Что касается тканевых масок, у меня их в этом месяце снова закончилось достаточно много, начну я с масок от Avon, была у меня маска серий Ке с экстрактом цветков розы, называется она сияние, хотя особого сияния, честно говоря, я не заметила, кожа после использования не блестела, кстати, не была липкой, но что мне в ней не понравилось, это то, что она плохо увлажнила мою кожу, мне увлажнения было недостаточно, плюс маска была слишком хорошо пропитана, и с нее просто капала, эссенция заливалась за шиворот, заливалась в уши, это неприятно. Стоимость данной маски в районе 100 рублей, на мой взгляд, она этих денег не стоит. Следующая маска у меня из серии Планета Спа, сокровища пустыни, мне у этой маски очень нравится лекало, на мой взгляд, оно удобное, также мне нравится аромат, такой необычный, своеобразный, приятный для меня лично. Маска неплохо увлажнила кожу, она хорошо выровняла тон, был небольшой, точнее, да, был тонус, был лифтинг, но был блеск и липкость, вот это мне не понравилось, к сожалению. Такие маски стоят тоже где-то в районе 100 рублей, и эта цена еще более-менее хороша, именно для этой маски нормальная цена, для предыдущей 100 рублей это перебор. Так, третья маска от Avon Космическое сияние, это уже серия Кабьюти, эта маска фольгированная, состоит из двух частей, очень удобная лекала, маска хорошо прилегает к коже, если кое-где подрезать. Что еще, она прекрасно кожу увлажняет, выравнивает тон, очень хорошая маска, но 240 рублей, это все-таки дорого. У Фуберлик есть подобная маска, да, там не такое удобное лекало, но эффект и в этом случае, и в том одинаковый, так что переплачивать за эту маску я не буду. Последняя маска от Avon, которую я вам покажу, это маска Дзен для кожи. У меня таких масок было несколько, и я, честно говоря, так и не поняла, за что я должна была заплатить 140 рублей. На мой взгляд, красная цена для этой маски 50 рублей, и не более. Маска хорошо увлажняет кожу, выравнивает тон, но, в общем-то, на этом и все. Ни тонуса, ни особого лифтинга, присутствует блеск, есть липкость, ничего особенного, абсолютно ничего особенного. Вот эти четыре маски от Avon, это все, что было у меня в запасах, больше у меня этих масок нет, и в ближайшее время я их покупать не планирую. Далее покажу вам уже корейские маски. Была у меня маска от марки S&P с аденозином и витамином А. На упаковке заявлен тонус, но тонуса никакого не было. Было хорошее увлажнение, был выровнен тон кожи, ну, в общем-то, и все. Блеск и липкость меня абсолютно в этой маске не устроили. Для меня маска проходная, искать ее в продаже я не собираюсь, эту мне подарили. А следующая маска мне понравилась чуть больше. Это маска от марки Skin Planet с экстрактом ласточкиного гнезда. Симпатичное оформление, невысокая стоимость. Маска была очень мягкая, очень приятная ткань, которая прекрасно распределилась по лицу. Я нигде эту маску не подрезала. Все отлично, как на меня сшито, можно сказать. Увлажнение было, тон кожи выровнен был, но, к сожалению, маска оставила блеск и липкость. Не люблю я эти эффекты, у меня и так кожа жирная, и еще этот блеск отвратительно просто. Следующая маска у меня от марки Deo Proc. Она с лотосом и земляникой. Я почему-то рассчитывала на какой-то яркий фруктовый аромат, но аромат был средненький, и плюс еще какой-то спиртовой, хотя спирта вроде бы в составе нет. Ткань у маски была жесткая, не очень приятная. Маска мою кожу увлажнила, выровняла тон кожи, был просто потрясающий тонус после этой маски. Но, опять же, блеск и липкость – те факторы, по которым я маски часто бракую. Я ее приобретала на Беруру, мне она досталась рублей за 40, что ли, недорого. Но повторять не хочу, просто не хочу. Я ждала большего. Следующая маска у меня из магазина «Подружка» от марки Bavifat. Маска достаточно бюджетная, стоит 90 рублей без скидок. У меня была версия с томатом. Что эта маска сделала? Она увлажнила мою кожу, выровняла тон. Ну, в общем-то, и все. Не было липкости, но был небольшой блеск, был небольшой лифтинг. Эта маска для проблемной кожи. И я так полагаю, лучше ее использовать курсом, именно когда на лице что-то там не очень хорошее вылезло. Если кожа чистая, ровная, толку от этой маски нет. Следующая маска у меня от марки «Жижу». Вот такая вот, опять же, на сайте Беруру. За какие-то не очень большие деньги я ее приобрела. Это маска с зеленым чаем. Она тоже для проблемной кожи. Ее тоже желательно использовать курсом. У меня она такая была одна. Все, что я от нее увидела, это увлажнение выровненной тон кожи. Не было липкости, был блеск. В общем, средняя проходная маска. Следующая маска была бы просто идеальной. Я, наверное, купила бы таких штук 50, но я этого не сделаю. Речь я веду о маске от марки «Био Аква» с экстрактом желтой кувшинки. Эта маска увлажнила кожу, выровняла тон, не было липкости, не было блеска, был тонус, был лифтинг, и лекала хорошая, и ткань приятная. Все замечательно. Но после этой маски у меня на лице появилось два прыща. Мне не на что больше грешить только на эту маску. Если бы все прошло идеально, да, я бы сказала, что это супер маска, но вот моя кожа среагировала на нее как-то не совсем адекватно. Так что второй раз маску с желтой кувшинкой я приобретать не буду. И к маскам «Био Аква», которых у меня в запасе еще две или три, я буду относиться немножечко настороженно. Следующая маска у меня от марки «Этюд Органикс» – это анимаска «Енот». Маска эта увлажняющая, я ее покупала в фикс-прайсе за 77 рублей. Очень хорошая цена для этой достаточно хорошей маски. Она хорошо увлажняет кожу, не блестит, не липкая, но вот тон кожи она, к сожалению, выровняла не очень хорошо. Это недостаток, но с другой стороны, главное, чтобы увлажнение было. Лекала очень неплохой у этой маски, ткань приятная, но на широкое лицо. Лекала будет узковато. Зато оно вот такое вот веселенькое. Я нацепила эту маску и была похожа на енота. Мне понравилось ранее, а анимасок у меня не было. Так что могу порекомендовать. Маска достаточно бюджетная, доступная. Попробовать можно, вы ничего не потеряете. Ну и последние маски, которые я вам покажу, они обе от марки Касима. Обе были мною приобретены в магазине фикс-прайс за 50 рублей. Это ценник. Сюда ошибочно налепили, в чеке пробили за 50. Ранее в фикс-прайсе продавались маски вот в таком оформлении. Теперь можно встретить и в другом, более ярком, более интересном. Обе эти маски с алоэ вера работают на моей коже. Они одинаково прекрасно кожу увлажняют, выравнивают тон. Не блестят и не липкие. Все с этими масками хорошо. За исключением одного момента. В новую версию этой маски зачем-то добавили метилпарабен. Составы почти одинаковые, кроме вот этого компонента. Я думаю, многим это не понравится. Мне без разницы, но согласитесь, если раньше маска прекрасно работала, зачем нужно было менять ее состав, что-то там мудрить. Делают их теперь на разном заводе, видимо, поэтому поменяли компонент, точнее добавили. Ну а так в целом нормально, неплохо, дешево и сердито. Я эти маски буду приобретать и дальше. Вот такая кучка масок была у меня в этом месяце. Надеюсь, мой отзыв на них был для вас полезен. Последнее средство по уходу за лицом, которое я вам покажу, закончилось уже у моего мужа. И это гель для бритья и умывания 2 в 1 от компании Arco. Подкупило, разумеется, симпатичное такое оригинальное оформление. И то, что этот гель черный. Да, он действительно черный, вы его выдавливаете черный, оригинально, согласитесь. Но когда гель этот распенивается, он становится обычно белым. Гель этот, я не могу сказать, что был экономичный. Этой упаковки мужу хватило всего лишь на 2 месяца. Но по качеству он был хороший. Ни сухости, ни каких-то порезов во время бритья не было. Гель как гель, одним словом. Вся фишка только в цвете. Да, мы, конечно, порадовались, побаловались этим гелем. Но в дальнейшем я его приобретать не планирую. Стоимость этой упаковки была где-то в районе 200 рублей. И лучше я на эти деньги куплю пену для бритья от Фаберлик, которая прослужит моему мужу 5, а то и 6 месяцев. Чем буду покупать вот эту баночку просто ради оформления и цвета. Ну, а вы, конечно, смотрите сами. С уходом за лицом мы закончили. Переходим к уходу за руками. Наконец-то закончилось у меня мыло от Ифраше. Мыло для рук с ароматом миндаль и флердоранж. Насколько неприятный для меня лично этот аромат. Это просто не передать. Он такой яркий, такой насыщенный, так быстро приедающийся. Я с огромным трудом пользовалась и этим средством, и гелем для душа в большом объеме, который вам в прошлом месяце показывала. Использовала как жидкое мыло для рук на кухне. Да, вот. Запахи неприятные с рук. Это мыло убирала на раз-два. Но, к сожалению, на руках оставался этот аромат. И, в общем, мучилась я одним словом. Но, наконец-то, все, наконец-то я добила. И мыло, и гель для душа. И я счастлива. Второй раз приобретать, естественно, это средство я бы не стала. Но я не знаю, есть оно в продаже или нет. Следующее, что покажу, это крем для рук от марки «Бархатные ручки». Питательный, ночной, для интенсивного восстановления. Вы знаете, очень хороший крем. Он недорогой. Он прекрасно работает на руках именно ночью. Он такой питательный, насыщенный. Долго впитывается, не скатывается. Все с этим кремом хорошо и замечательно. Но моя рука к нему очень редко тянулась. Я, наверное, больше полугода этим кремом пользовалась. И все только из-за того, что этот крем имеет скучную, неинтересную отдушку и неинтересное оформление. Если бы он один у меня стоял, да, ночной крем, то, конечно, закончился бы уже давным-давно. Но у меня открыто несколько подобных кремов, и моя рука тянулась к баночкам поярче, к кремам, у которых аромат какой-то более интересный. А этот стоял-стоял, и я поняла, что он так простоит и стухнет, если я не возьму себя в руки. Я взяла себя в руки, я его доиспользовала. Могу сказать, что да, он хороший, но я его второй раз не приобрету. Именно из-за скучной отдушки. Ну и напоследок, давайте посмотрим, что у меня закончилось по уходу за ногами. В прошлом месяце забыла вам показать пустую упаковку из-под эксфолиантной маски для ног носочки от Avon серия Footworks. Честно говоря, даже хорошо, что в прошлом месяце я про эту маску не рассказала, потому что я ее делала за две недели до конца месяца, а кожа с ног у меня сходила месяц. Да, так что сейчас отзыв будет более, скажем, полноценный. Если вы помните, в начале года появились эти маски у Avon. Их многие представители, в том числе и я, приобрели в журнале Focus. Многие попробовали, и многим эти маски понравились. Я так вообще была просто в каком-то диком восторге. За одну неделю та маска превратила мои, не скажу, что убитые, но такие пошарканные ноги в очень хорошие, красивые ноги, ухоженные. За одну неделю очень быстро и эстетично сошло все, что могло сойти. С пяток, из-под пальчиков, под стопой. Кожа была гладкая, мягкая, нежная. Не маска, а чудо. И эти маски из каталогов пропали. И вот только недавно появились. Я так хотела купить и, наконец-то, купила. Сделала я эту маску. И, вы знаете, я не поняла, может быть, за эти полгода, что этих масок не было у Avon, они что-то поменяли, потому что эта маска сработала совсем не так, как предыдущая. Здесь у меня кожа месяц сходила с ног, месяц. Это просто бред какой-то. Даже скинлайт быстрее работает. Причем, если с пятки все сошло, то, например, огрубевшая кожа рядом с пальчиками и под стопой, с ней вообще ничего не произошло, понимаете? Вот она какая была, такая и осталась. Я просто в шоке. Вот как так? Что поменяли? Зачем поменяли? Хорошие же были маски, действенные, быстрые. Я расстроена, разочарована. Может быть, мне повезло именно, скажем, в кавычках, да, именно с этой упаковкой. Может быть, во второй упаковке нормальные носочки, как раньше. Я очень на это надеюсь, потому что здесь, ну, блин, скинлайт работает лучше и стоит дешевле. Да, и я теперь не могу вам их посоветовать. И не могу их похвалить, потому что, ну, хвалить-то нечего. И покупать больше тоже не хочется. Также я не могу похвалить вот такое средство для ног. Это крем-маска против мозолей и натоптышей от компании Эвелин. Я таких упаковок купила в подружке сразу 4 от жадности. Ну, я в покупках вам когда-то рассказывала. Я рассчитывала на то, что раз в креме 30% мочевины, он будет более интенсивный, чем обычные кремы. Он будет лучше смягчать мозоли, может быть, даже каким-то образом их удалять. Но нет. Обычный крем, причем не самый приятный по текстуре. Он какой-то вазелиновый, тугой. Он плохо впитывается в любом количестве, причем нанесенный. Он только под носочки хорош. Он неплохо распределяется, с ним можно сделать массаж ног. Ну, вот как-то, чтобы, знаете, чтобы он смягчал, а он смягчающий, вот именно какие-то проблемные места нет. Кожу под стопой, над стопой он смягчает отлично, увлажняет хорошо. Но он против мозолей и натоптышей не работает, хотя заявлят. Но что я могу сказать в защиту этого крема? После вот этих вот носочков, я говорила, да, что у меня пятки стали мягкие, а кожи около пальчиков нет. Так вот, здесь, после этого крема, у меня до сих пор нет ни мозолей, ни натоптышей, никаких проблем. Пятки такие же гладкие, как были после этой маски. А вот рядом с пальчиками все осталось так же, как было до этой маски, и после этой маски, до этого крема, и после этого крема. Никаких изменений. Так что я делаю вывод, что данный крем поддерживает хорошее состояние ваших ног, но улучшить его, к сожалению, не в состоянии. Это грустно. Это грустно, честно. Не то, чтобы я жалела, что у меня 4 банки этого крема, но покупать еще я не буду. И советовать не буду. Вы смотрите сами, но я, честно, ждала большего. Что касается последнего средства, которое я вам покажу в этом видео, это тоже крем для ног от Avon. Крем ухаживающий ночной с лавандой в объеме 150 мл. Очень хороший крем. Я неоднократно вам про него рассказывала, еще раз могу повториться, что если у вас какие-то проблемы с ногами, они, может быть, сухие, может быть, крем до этого вы какой-то не очень качественно использовали, и не самые лучшие в мире у вас ноги, так вот этот крем приведет их в порядок. Он не избавит вас от мозолей и натоптышей, но кожа будет мягкая, смягченная и красивая. Но если у вас изначально с ногами все хорошо, работу этого крема на ногах вы не увидите, просто не увидите. По крайней мере, я именно только так и понимаю, работает он или нет. Аромат у него шикарный, текстура приятнейшая, сиреневый цвет тоже очень симпатичный. Большой объем хватает этой банки надолго. Да, он дорого стоит, но в каталогах иногда, редко-редко, но все-таки на него бывают акции. У меня в запасе есть еще пара банок, и вот жду, когда Эйвен наконец-то опять сделает какую-нибудь акцию на этот крем, чтобы запасы пополнить. Крем на самом деле хороший, качественный, могу порекомендовать, если вы еще его не пробовали. Я знаю, что он очень многим девочкам нравится. Вот и все, вот и все мои пустые баночки. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!